В каком состоянии сегодня находится газон стадиона Центральный и насколько вероятно, что будет приемлемое качество газона в игре в понедельник? Состояние газона уже на сегодняшний день достаточно в хорошем состоянии, особенно учитывая погодные условия, которые были у нас в этом году, то я могу сказать, что состояние поля гораздо лучше, чем было в прошлом году в аналогичный период времени. Мы этим спонбонтом закрываем затененный участок поля, который менее всего обогревается солнцем, чтобы создать парниковый эффект. Дело в том, что мы буквально несколько дней назад произвели посев газона и после этого необходимо создать соответствующий температурный режим, там где не получается за счет естественных условий, для лучшей схожести семян. А также это в значительной степени повышает схожесть семян, хотя бы из-за того, что птицы, которых в нашем городе рождилось, судя по тому количеству, которое я вижу в нашем стадионе, достаточно большое. И они в значительной степени уничтожают наши молодые посевы. Сколько людей задействовано сейчас в подготовке газона и подготовке вообще стадиона к чемпионату страны? Ну, вообще, в принципе, все учреждение наше последнее время работало на подготовку только лишь футбольного газона и потом уже во вторую очередь стадиона. И то, что оставалось из людских ресурсов и свободного времени, уже уделялось остальным объектам нашего учреждения. Ну, если вам интересно количество, то это служба, которая непосредственно занимается газоном, пять человек, плюс другие работники, которые не относятся к этой службе, это еще человек семь-восемь. Если объективно посмотреть, прогресс виден каждый день относительно состояния газона или все-таки... Газон улучшается на глазах. Руководство футбольного клуба БАТ и Реминского Динамо обращались к вам непосредственно, как к директору стадиона Центральной, относительно проведения их еврокубковых матчей в Бомеле? Сами клубы не обращались. Обращалась Федерация футбола, которая также участвует в заявлении стадионов для участия в еврокубковых турнирах, помогает стадиону в этом плане. И на сегодняшний день заявок от клубов не было, но Федерация неоднократно уже сообщалась со мной на эту тему и говорила о том, что наш стадион будет прилагаться. Они заявили, так как мы являемся на сегодняшний день спортивной ареной номер один в плане футбола, футбольного поля и инфраструктуры. Увидят ли в болельщике футбольного клуба Гомель и вообще гомельчане, возможно, новый дизайн билетов в этом сезоне на стадионе Центральной или все останется так, как было в предыдущие годы? Дело в том, что футбольные билеты являются бланками строгой отчетности. Их нельзя просто так поменять. Дизайн, размеры. И поэтому та партия билетов, которая была заказана с прошлого года, а это достаточно дорогостоящие материалы, она будет использоваться в этом году. И лишь по окончании запаса этих билетов можно будет разрабатывать новый дизайн, который согласовывается с соответствующими министерствами для того, чтобы нам разрешили печатать бланки строгой отчетности нового образца. Николай Григорьевич, приезжали французы и финны смотреть арену, на которой, собственно, и будут проводить матчи против национальной сборной Беларуси. Какое впечатление у них осталось после посещения стадиона? Да, делегация из Финляндии с участием представителей Федерации футбола нашей страны посетила наш город в начале марта. Они остались очень довольны увиденным на стадионе, в первую очередь, и даже с учетом того, что финская делегация была в зимний период времени, скажем так, в начале марта у нас здесь еще была настоящая зима, То все то, что они увидели внутри стадиона и те фотографии, которые мы, допустим, показывали о состоянии нашего газона в летний период времени, матчи с Ливерпулем, оставили у них самое благоприятное впечатление. Что касается французской делегации, то в начале апреля, также с участием представителей Федерации футбола, наш стадион и город в целом посещала данная делегация. Они начали с того, что изучили инфраструктуру города Гомеля, гостиницы. То, что мы совместно с руководящими работниками Федерации предлагали городу в плане размещения. Единственный момент, который не вполне их устраивал, это гостиничный бизнес, потому что они хотят жить все вместе, в одном месте. И то количество номеров, которые предлагают наши лучшие гостиницы, им этого недостаточно. Это был единственный недостаток, который отмечен. А так, что касается стадиона, они вообще были также удивлены увиденным и не ожидали увидеть чисто футбольный стадион. Также им была предложена встреча с представителями нашего аэропорта Комельского, где были улажены все вопросы, связанные с пограничным контролем, осуществлением соответствующих проверок. И отношением с нашей стороны они были восхищены, слышались теплые слова. Субтитры создавал DimaTorzok